а вы выиграли и здорово всем дорогие друзья сегодня охуенный день ну присаживайтесь поудобнее потому что сегодня фактически один из умнейших для людей всего мира на протяжении где-то на 10 20 минут но будет говорить умные вещи и сегодня но будет вот такое интересное видео на тему нужно ли свое собственное жилье то есть но квартира там какие-то вот эти пинхаусы там и машины ну то есть автомобиль вообще нужно ли вот это все либо же вот это бесполезно утрата времени то есть начнем с того что но квартира там собственное жилье и машина это вообще вот такая но база но пластика о которой наверное мечтает любой человек ну то есть но благодаря вот этому новому маркетингу что на любом на плакате тому показывается что бля там ну купить свою квартиру и твоя жизнь изменится там бля на 360 градусов бля ну на 180 наверно потому что на 360 это значит что нихуя не изменится но тем не менее вот везде ну показывается то есть но по телевизору там где ну только можно там но ключи и там бля своему квартире это самое главное мечта у любого человека там к этому нужно стремиться а я вот действительно ли вот это так ну ну то есть но квартира машинам могут ли они но кардинально и изменить жизнь в лучшую сторону то есть худшую да там могут например потому что большинство людей естественно покупать все вот это в ипотеке в кредиты то есть а там если взять тех кто ну покупает вот это за свои деньги там не знаю каким образом доставшийся от родителей либо жена накоплены на протяжении всей жизни то там но получится вообще смешной ну процент я думаю процентов но 5 там людей всех покупивших они нас собирали на квартире руссами вот а если же вы наберете квартиру в ипотеку там в кредит этом либо же машину это значит что но добровольно попадаете в рабство вот в долговую но кабалу где вы там блять но я не знаю сколько там в среднем дают но кредит вот на квартиру но я думаю что там лет на 20 вроде соответственно ну там тоже дают абсолютно не каждому естественно то есть какому-то обычному там но нейму там вася ну ну который работает на заводе за плотска ему естественно никогда и не дадут потому что опять же собственно жилье это но привилегия вот то есть уже вот эти условия ипотеки дают понять что вот это не для каждого а соответственно жилье в наше время позиционируют не как там что-то но банально а как то что к чему ну ты должен там стремиться но достигать хотя бы для тех кто не знает но раньше вот во времена ссср ну квартиры бы выдавали всем абсолютно бесплатно то есть там ну были вот эти специальные условия если ты хотя бы немного но приносишь на пользу государства то есть даже если ты там обычный заводчанин но тебе уже но полагалось там но бесплатно жилье ну то есть сейчас жена такого нет в эпоху капитализма чтобы заработать на же жилье нужно въебать но днем и ночью там и соответственно жилье ну превратилась в какую-то фантастику там для обычного человека то есть многие там например вынуждены в 30-40 лет жить с родителями хотя раньше там считалось что нужно съехать от родителей уже там 18 ну а также глупо сравнивать вот эти и те времена ну то есть большинство опять же людей но он который сейчас живут в собственных квартирах они нам но получили но как раз хворена ссср ну когда их выдавали бесплатно и сейчас вот эти люди например ну мод с гордостью выебываться якобы они там достигли хотя опять же ну раньше квартиру мог получить чуть ли не каждый ну если вы там не какой-то алкаш хотя опять же даже алкаши там ебали на заводе и им выдавали сейчас же там например ну вы там например устроились на среднестатистическую работу где-то на заводами не знаю за 20 за 30 вам ипотеку просто-напросто не дадут потому что там специальные слои что каждый месяц ты должен был должен его будешь платить там бля не знаю ну в среднем наверное но и ипотеку но как правило берут вот люди ну когда они состоят уже там например в браке вот они там вдвоем подают и соответственно там у слоя сатановится мы более человеческие что-то типа там ну 50 ну-ка там например в месяц платить вдвоем еще но более менее но учтите что вот эта квартира она же будет оформлена на вас двоих вот то есть на вашу на вас там на вашу жену там а чаще всего там ну баба рабы там даже вы ну согласно оформить это все на жену там бля и в итоге итог я я думаю всем известен то есть когда вот этот но брак развалится вот это вопрос времени вот этот мужик ну который там платил например но большую часть ли либо же вообще все платил он сам остается не с чем там остается там жить бля с бомжами на теплотрассе нахуй и его вот эта мечта она в один миг но превратилась бля но в одних но разрушилась дальше дорогие друзья даже если вы там такой целеустремленный человек там ну считайте что любой человек должен достиг что своего жилья если он вот эту не достиг то он там не может назваться вообще там человеком то вы там уже наверно с детства вот но думаете вот сейчас найду хорошую работу но куплю квартиру там съеду от родителей а ну и и и даже если вдруг вы вот это вот стягаете ну то есть вот как там обычно рекламируют квартиру ну типа там ключи в новую жизнь бля там ну как то так вот ну пафосно вот это все но подается а в итоге ну когда вы покупаете ну квартиру там если это где-то в новостройке то вы заходите не там чисто голые стен там нихуя нету от слова совсем то есть я вот знаю что есть там страны но какие-то где ну квартиры в новостройке уже как бы они там бля совсем то есть с мебелью там совсем но да там цен там естественно но будут выше но мы психологически вот ну конечно легче но покупать но когда уже все есть а так в итоге вы якобы ваша мечта осуществилась но ну то есть вы заходите да и там стены есть четыре стены у вас теперь собственно и вы в итоге вы охуеваете блядь это же еще столько же нужно ну в ебать там жить в рабстве вот в кредитном чтобы ну то есть вы еще даже за и ипотеку не выплатили а в итоге на вас еще вам на плечи лягло вот этот ремонт а для тех кто не знает ремонт это не так что там пошел магазин купил там нурлон а обои там самый дешевых там бля нет ну ремонт это ну пиздец но и нутраты вот даже если вы но решите сделать какой-то самый уюбочный дно ремонт а опять же ну чисто чтобы можно было жить а там в итоге если вы там ну даже сделать вода такой вы будете там например со двора заходить там во дворе у вас там все охуенно на стройке вся хуня а потом вы там будете заходить в свою новую квартиру блядь что это там за какая-то ну бомжатня блядь ебаная ну то есть а вы даже не не будете чувствовать что вы живете в новостройке ну ну похуй там скажут многие главное что свое жилье вот но потом но как-то бля и ну поменяю ну то есть выплачу и ипотеку сделан нормальный но ремонт ну как уже ну понимаете вот эти все мечты они изначально но но будут не сбывшимся потому что в принципе даже если сделать охуенный но ремонту он же не делается там один раз на всю жизнь уже там через ну блять в лучшем случае через но 10 лет стены начнут но трескаться там бля все это начнет ну разъебываться даже если вы там аккуратный человек но бережно относились к ремонту все равно но так ли иначе все вот это ну превратится в какое-то говно там а соответственно возникает вопрос блять снова вот этот ремонт ебанутый но делать его даже фильмах там ну показывается даже в старых фильмах вот этот ремонт подается но как то на что люди собирают годами вот знаете как там же нет бля на сапоги там зарплаты несколько лет собирает но так и на ремонт вот там либо же ну просто там какие-то но бытовую технику там люди собирать на это все годами да и в принципе даже если не затрагивать на тему ремонта опять же новую квартиру нужно все то есть блять вот эти ну пеналы вот эти нахуй ну бытовая техника унитаз ванна блять ну телевизор вся вот эта хоккуня там она по одному ну кажется там да там на копейке а в итоге если все это собрать вместе там ну получится пиздец какая сумма но опять же многие скажут ну бля это же все но покупать там на долгие годы но все вот это имеет свойство ломаться там но рано или поздно все будет вот это неизбежно сломается и но придется покупать все новое ну какой вывод из этого можно сделать но квартира и собственно жилье это вообще ну вот как там есть блядь забыл как называется есть а а а а а а а а а активы ну которые приносят но прибыли блять а но квартира она на оборот она постоянно но требует затрат ну то есть то ну кран там сломался то еще какая-то хуйня соответственно все вот это нужно но покупать а даже вот на банальный но кран для тех кто не знает он стоит ну тоже ебанутых денег то есть если у вас с старый заржавел то новый там но будет стоить где-то 5 капля ну в общем дальше дорогие друзья с квартиры определились мечта номер два у любого нормиса вот у любого норма система в наше время это машина вот ну купить жоповозку то есть опять же чаще все в кредит бля вот но позависи там собственная машина и вот люди но покупают как правило даже не думая что сейчас в наше время ну так и и естественно но думать не только они вот потому что вот это но примитивные но какие-то мечты соответственно что мы видим наше время а в любом там большом городе ебанутые но пробки люди там едут с работы они стоят часами и гордость вот этим людям не дает ну понять ну понять и ну принять то что блять домой сейчас могли бы сесть в метро там нахуй но проехаться там за пять минут за полчаса добраться в любую новую точку но для тех людей ну которые видел например современном метро они там ну просто охуеть но там и блядь и ну кольцевое бля и ну какого оно только нету и условия не так как раньше там типа блядь какой-то там ржавые вагоны там бля запахом говна нет сейчас это все современно то есть и с кондиционером и с розетками вот этими юсб но портами где ты едешь в комфорте нахуй ну ты можешь зарядить на телефон ты там наслаждаешься эстетикой вагона ну то есть они там действительно охуенно то есть а в машине в итоге ты едешь ты ну проебаешь бля ну как минимум ну два часа в наше время и вот это ну тенденция она скажем где он будет ну только усугубляться потому что люди мыслят шаблонами люди мыслят шаблонами и достаточно ну ну примитивно то есть опять же большая большинство людей считают что машина и ну квартира это главное в жизни соответственно даже не думая о ну дальнейших каких-то неудобствах они покупают машину там они там ну проебают ну каждый день на бензине там бля а бензин ну тоже не дешевый ну то есть каждый днем он дорожает даже если как блядь ну какой-то самый дешевый зальете там сэкономите то ну потом машина у вас нахуй сломается там бля а если же ну покупать сам охуенно то он там вообще на нее золотые цены нахуй ну вот блядь соответственно если вы там едете в метро вы вам не нужно за чем-то следить то есть за рулем там ни хуя за вас это все нужно делать водитель метро ну как он там пилот называется хотя даже водитель там насколько я знаю он там особо не напрягается то есть все метро они там автоматически вот в Дубае например еду там в другие страны хуй знает вот не спрашивал ну в итоге вы ну когда едете в метро там где-то в автобусе в троллейбусе вы можете потратить вот это время с пользой то есть там ну если вы обычно нового быдла там ну посмотри там ну какие-то видосики если же вы там интеллектуальный человек можете там ну почитать там какую-то полезную информацию но в любом случае вы это время тратите с пользой для себя если вы едете в машине там то вы вынуждены управлять машиной то есть вот этим шатурвалом бля и смотреть по сторонам нахуй у вас там могут сбить там но другой ну ну какой-то бля водитель а если там еще ну какой-то долбоеб алкашного попадется ну такое ну тоже часто встречается то есть и даже если судить ну потому что в метро ездить намного но безопаснее намного безопаснее в метро аварии в принципе невозможно потому что там же бля машина какая-то не заедет либо же ну какой-то левый ну поезд не заедет все это как бы цельная новая конструкция соответственно если вы будете ездить в метро у вас ну больше шансов что вы доживете до старости и вот если вот это все вместе сложить то покупая машину вы платите там ну пиздец какие-то деньги и в итоге ваша жизнь лучше не становится она становится наоборот ну только хуже у вас сатановится у вас в принципе не остается свободного времени то есть ну после работы вы там въебывали на заводе до 5 часов вам еще ну 2-3 часа нужно потратить на дорогу там вы приезжаете домой 8 часов и все вы там ну пожали максимум и ляли спать метро же делается не просто так то есть метро делается не для выебона метро это действительно там достижение современной там науки для того чтобы облегчить жизнь людям но тем не менее даже зная то что существует метро люди вынуждены ну люди стремятся к тому чтобы ну купить машину хотя я уже даже не затраиваю проблему экологии здесь и так все ну понятно что для планеты все эти выхлопные газы это просто ну пиздец но люди опять же они эгоистичны они даже ну бумажку там бля упаковку фантик от конфеты надо выкинуть за собой неспособны лень вот у них там что донести до мусорки а про машины я я уже даже не говорю ну то есть люди предпочитают закрывать на это глаза и в итоге конечно но рано или поздно все это ну приведет к экологически ну катастрофе там бля глобальному потеплению там ну порвется вот этот озоновый шар и все нас всех ждет ну пизда и все из-за вот этих людей ну которые стремятся ну купить новую квартиру и машину ну какой вывод из этого можно сделать стоит ли оно ну того нет собственное жилье и машина оно абсолютно ну того не стоит и я говорю вам ну как не какой-то там хуй загорей у меня ну была собственная новая квартира я ну тоже вот как и многие ну повелся на всю эту хуйню что типа ой бля собственное жилье заебись а в итоге в тот же день и когда я ее нам укупил ну к счастью я ее давно уже новой продал ну проебал в казино и в первый день когда однул купил раз def а нафу ливин купил ты утие проки и�п party а получат но того что ему купил квартиру ну meanwhile не появилось то есть собственно жилье не влияет шансы антиathers если у меня и чтоs без жилья никогда не было что же «а нам или не и Не появилось там, блядь, каких-то, ну, какого-то, ну, комфорта я, ну, тоже не заметил, то есть, ну, когда я вот живу с родителем, мне никуда не нужно, ну, делать, ну, то есть, у меня еда есть, у меня все есть, а там нужно думать, там, готовить, блядь, убирать, ну, пылесосить, да нахуй, это все нужно, в пизду, в общем, уже там, блядь, через, блядь, не помню, ну, я, и, естественно, ее уже на следующий день захотел новую продать, ну, это, как вы понимаете, не так просто, то есть, квартира, это нихуя не ликвидный актив, плюс вот эти налоги, ну, при продаже, там, платить, блядь, там, ну, пиздец, что, ну, получится, вы ее даже за столько, за сколько она купили, вы ее не сможете новую продать, ну, то есть, вот такой пиздец, в общем, новое было такое видео, если вам понравилось, пишите свое мнение, ставьте палец вверх и до встречи у новых видео. Ой, блядь.